Велотренажер В другой день я тренирую бицепс бедра Первое упражнение у нас будет сгибание ног лежа Настраиваем тренажер так, как необходимо нам И выполняем первый подход на 15 повторений Закончили первый подход Темп выполнения умеренный Без рывков, без дерганий Таз во время подъема не поднимаем Работаем исключительно с задней поверхности бедра Добавили плиточку, приступаем ко второму Выполняем на 12 повторений Закончили отдыхать, приступаем к третьему Последний четвертый подход Закончили выполнять данное упражнение Переходим ко второму, более тяжелому Это у нас будет жим поочередно одной ногой платформы Идем в тот зал Ну вот, мы пришли к нашему следующему упражнению Кто-то не разобрал за собой Нехороший Приступаем ко второму упражнению Жим одной ногой поочередно Нехороший Отличный подход В том числе Нехороший Постарающий Постарающий Приступаем Иск釣ка Постарающий Одностороннее выполнение упражнения позволяет нам работать с меньшим весом и лучше сконцентрироваться на работе задней поверхности бедра каждой отдельной ноги. Переходим к третьему подходу. Вес увеличили и пару слов о технике. Для того, чтобы нагрузка перешла в заднюю поверхность бедра, ставим ногу чуть выше на платформе. Закончили третий подход. К четвертому добавим еще паблиничку. Четвертый подход. Хорошее упражнение. Так что, девушки, используйте в своих тренировках данное упражнение. Хорошо прорабатывать заднюю поверхность бедра и ягодицы. Пятый подход. Двенадцать повторений. Закончили джимом. Приступаем к третьему упражнению. Сгибание ноги поочередно, стоя в тренажере. Выполняем двенадцать повторений. Другой ногой. Другой. Приступаем ко второму подходу. В данном упражнении вес не важен, так как здесь важна больше техника. Немножко по технике. Желательно сюда не ложиться полностью так, чтобы поясничку выключить, потому что многие, как я обратил внимание, помогают поясницей и забрасывают просто. Для того, чтобы это не делать, нужно стать чуть вертикальнее и работать исключительно с задней поверхностью бедра. Ну что, я готов к третьему. По десять раз. Поехали. Закончили третий. Еще один. Отлично. Четвертое упражнение. Румынская тяга. Базовое многосоставное упражнение. В данном случае вес у меня будет небольшой, так как упражнение идет последним номером. Растягиваем заднюю поверхность бедра. Первый подход. И 12 повторений. Закончили первый подход. Второй вес обязательно добавим, но немного. Второй подход и 10 повторений. Переходим к третьему подходу. Вес на штанге на 20 кг я увеличил. И сейчас, пожалуй, уже самое время воспользоваться тяжелоатлетическим поясом. Приступаем. 10 повторений. Вот это другое дело. Совсем хорошо. Четвертый подход. Тренировка ног подошла к концу. С вами был Белкин Сергей. Всем пока.